Ольга Каратаева. Букет счастья. Литературный сериал. Сезон первый. Часть первая. Литературный сериал. Сезон первый. Ведь их можно сорвать бесплатно. Розали демонстрирует на открытии магазина искусство флористики. Алия пытается тихонечко помочь своей новой подружке по Академии магии. Тихонечко не получается. Глава первая. Цветы – символ жизни. Эти совершенные создания рождаются и за свое недолгое существование приносят в мир красоту. Дарят эстетическое удовольствие от созерцания нежной хрупкости, окутывают нежнейшими ароматами, поднимают настроение и трогают сердца. Розали повезло родиться с необычайным и прекрасным даром. От магии моей любимой старшей сестренки в этом мире становится больше красоты. Прикоснись, Розали, к увядшему цветку. Он заново начинает цвести и благоухать людям на радость. Я поправила на стене рамку и прочитала с чувством надпись «Флавинг первой степени». Гордость за сестру, талант которой настолько высоко оценили в столичной Академии магии, переполняла меня до того, что я осторожно прикоснулась кружкой с ароматным какао к стеклу диплома и провозгласила «За мою Розали! За новую жизнь! За свободу!» «Что?» — выглянула Розали из кухни. Увидев, чем я занята, усмехнулась. «Когда закончишь увлекательную беседу с моим дипломом, приглашаю на завтрак». «Мы уже поговорили», — весело ответила я и быстро приблизилась. Чмокнув сестру в щеку, подмигнула. Он обещал, что открытие магазинчика пройдет замечательно, но я все равно прибегу на перемене и проконтролирую. «Не нужно», — осадила Розали. «Учись прилежно». «При виде серьезно нахмуренной сестры». Я невольно прыснула от смеха и, отставив кружку с какао, щелкнула ее по правильному носику. «Ох, как мне уже страшно! А то что? Завалишь меня розами или отшлепаешь гвоздиками?» «Делаю так, что твой стул прирастет к полу», — хитро сощурилась Розали. Постучала себя по подбородку и задумчиво посмотрела на потолок. «Нет, лучше вырастить на столе терновник. Хорошая идея. При каждой попытке открыть ноутбук после двенадцати куст будет царапать твои непослушные ручонки». «Все-все, поняла», — выставила я пока неисполосованные руки. «Уже бегу прилежно учиться», — подхватила рюкзачок и бросилась к двери. «А завтрак!» — взволнованно крикнула Розали. Но есть мне совершенно не хотелось. Все внутри так и бурлило от потока энергии, ощущение новой жизни окрыляло. Чувство свободы дурманило голову. Я выскочила из жилой части дома в пышущее яркими красками и окутывающее облаком разнообразных ароматов прохладное помещение магазинчика. Многочисленные зеркала множили пестрый ковер живых цветов. Лепестки блестели росой, чистые стекла сверкали лучами света и специальных ламп. Я на миг замерла в царстве счастья и покосилась на свое отражение, да с легким смущением поправила короткую клетчатую юбочку. По сравнению с белоснежными хламидами закрытого факультета для сенсов, форма небольшой местной академии казалась очень фривольной, зато демонстрировала мои стройные ножки. Улыбнулась сама себе и при виде ямочек на зардевшихся щеках ощутила, как по позвоночнику прокатилась волна холода, но не от низкой температуры в лавочке цветов, а от ощущения запретного чувства. Все осточертевшие запреты, жесткие рамки и строгие наказы ломались в это мгновение с приятным для слуха треском засохших уродливых растений. То, что отжило, нужно выбрасывать, иначе не будет места зарождающемуся новому. Под влиянием проказливого настроения подхватила маленький букетик солнечно-сиреневых фиалок и, сунув в карман пачку визиток, под веселый звон колокольчика выскочила из дома. По сравнению с влажным прохладным воздухом магазинчика, на улице стояла удушливая жара. А ведь еще раннее утро, похоже, днем будет пекло. Тем более нужно прибежать на открытие, чтобы понежиться в прохладе лавочки. И что бы ни говорила Розали, ей точно будет приятно меня видеть в один из самых ответственных моментов новой самостоятельной жизни. Подпрыгивая от избытка чувств и энергии, я побежала в сторону Академии. Маленький городок так отличался от Биденса. По краям узкой вымощенной брусчаткой улочки притулились разноцветные домики, в основном одноэтажные, но были и двух. Высоток, как в столице, не видно даже вдалеке. Мне все больше нравилось в Эсзарде. Синие, оранжевые и желтые домики так напоминали любимые цветы сестры. Нам здесь будет очень хорошо. Повела носом, ох, какой аромат! Ваниль сладко переплеталась с теплым запахом свежеиспеченного хлеба. Повернула к небольшой лавочке с вывеской в виде булки. За прилавком стоял расстроенный толстяк. И, опустив руки с пустой банкой без дна, уныло смотрел на поднос с вишневыми пирожками, мило присыпанными каперсами. Заметив меня, мужчина отчаянно покраснел и пробормотал. С четырех утра возился со сложным рецептом. И вот банка вдруг треснула. Все просыпалось. Испортил только. Беда! О! — протянула я, оценив замечательную композицию цвета. Похоже на алую бруснику в окружении листиков. Великолепная идея. Свежой, необычно. Вы же новатор. Выдернув из букетика одну фиалку, всучила цветок растерянному мужчине и, положив на прилавок визитку сестры, подмигнула. «Вам точно понравится наша лавочка «Букет счастья». Приходите сегодня на открытие». И, помахав на прощание, выскочила из магазинчика. А за спиной услышала вдохновленное бормотание пекаря. «Брусника в цвету». Так и назову. Я же новатор. Довольная, что удалось поднять расстроенному булочнику настроение, я побежала дальше. А то, что к цветочку прикрепила чуточку магии эссенса, это я никому не расскажу. Во-первых, у меня еще нет диплома, поэтому колдовать открыто я не имею права. А во-вторых, главное, кто-то стал счастливее. Так какая разница, что я немножко слукавила? Улыбаясь и щурясь от ярких солнечных лучей, приветствовала прохожих, дарила цветы, получала в ответ робкие улыбки и потоки радости, в которых купалась, как роза в нежных струях дождя. Какие же в Исзарде люди замечательные. Надеюсь, здесь со мной никогда не случится тех страшных приступов, которые частенько накатывали в столице. Здание Академии тоже порадовало. Широкая, двухэтажная, с множеством больших окон и многоступенчатой лестницей, по которой неспешно поднимались ученики в похожей на мою форме. Все одинаковые. Нет разделения на факультеты. Я на миг замерла в растерянности. Да, я обрадовалась, что не должна больше носить жуткие и выматывающие психику белоснежные штаны и бесформенное длинное платье. Но только сейчас увидела и вторую сторону медали. Никто не поймет, что я сенс. Но и я понятия не имею, какой магией обладают все эти люди. Впервые подумала, что разделение на факультеты – не такая уж плохая идея. «Привет, ты новенькая?» Я вздрогнула и обернулась. При виде невысокой, слегка полноватой девушки с короткой челкой и открытой улыбкой все мои страхи рассеялись. «Привет!» – улыбнулась в ответ и всучила ученице фиалку. «У тебя потрясающе красивые глаза. Сразу видно, что ты добрая и приветливая. А еще тебе очень идет эта прическа». «Правда?» – чуточку растерялась она. Но я ощущала, как заструилась от цветка энергия позитива. «Ты странная, но классная. Меня зовут Бада Манч. А тебя?» «Лия Сера», – привычно ответила я и тут же поправилась. «То есть Лия Элайн». «Твои родители развелись?» – понимающая уточнила Бада. «Мои тоже. Поэтому мы с мамой и переехали в Эсзард пару лет назад. Здесь много таких. Моя мама теперь работает в местной радиостанции. Она Эхо, то есть она Хир, но таких в Эсзарде называют Эхо. Чем занимается твоя мама?» «Она умерла», – тихо ответила я. И, не давая себе скатиться в темной энергии печали, тут же улыбнулась. «Я приехала с сестрой. Она флавен к первой степени. Сегодня мы открываем свой магазин цветов». «Магазин цветов?» – удивилась Бада и, подняв руки, обвела многочисленные клумбы. «Зачем? Тут цветы везде и бесплатно. Кто будет отдавать деньги за букет, если его можно просто сорвать?» «О-о-о!» – многозначительно улыбнулась я. Ты удивишься, когда увидишь разницу в реакции одариваемого от беспорядочно сорванного букета и искусно подобранного моей гениальной сестренкой. О секретном ингредиенте от себя я, конечно же, умолчала. Бада потащила меня к дверям, а по пути знакомила с друзьями. Я вручила фиалку и визитку высокому парню с лохматой головой и потрясающими глазами цвета рассветного неба. А его щербатую улыбку предпочла не заметить. Вокруг нас собрался народ. Всем было интересно посмотреть на новенькую. Визитки уже закончились, и я слышала, как ученики весело обсуждали странное желание открыть в городке магазин цветов. Когда мы подошли к аудитории, я уже запуталась в именах и способностях своих новых знакомых, но было все равно. Я так и качалась на волнах их светлой дружеской энергии. Невероятное ощущение единства всех магий и талантов окрыляло и дарило надежду, что в Иззарде я найду много хороших друзей. И начну жить нормально. В руке моей остался единственный цветочек, а вокруг я видела множество улыбающихся лиц и сияющих глаз. Сердце практически разрывалось от радости и новых сильных эмоций. Люди в провинции такие открытые и хорошие. Как же нам с Розали повезло вырваться из-под удушающей опеки вечно мрачного отчима. Раздался звонок, и ученики отхлынули от меня, растелись по местам, а я услышала строгий голос. «Доброе утро!» Повернулась к двери и растерянно уставилась на невысокого седого старичка с отечески доброй улыбкой на широком лице и колючей ледяным взглядом абсолютно белых глаз. Отшатнулась в ужасе. «Вижн! Новенькая!» Царапнул меня заинтересованным взглядом учитель, а я вдруг испытала непреодолимое желание выпрыгнуть в окно, лишь бы избежать его внимания. Пыталась найти и зацепиться хоть за что-то хорошее в этом человеке, спастись от своей проницаемости, восстановить поток радости. Но светлые зрачки вижна пугали так, что просто стояла и леденела от неконтролируемого страха. Старик улыбнулся еще доброжелательнее и очень мягко проговорил. «Присядьте и постарайтесь успокоиться. И не нужно так демонстративно бледнеть от ужаса, девочка. Я тебя не укушу!» «Конечно, не укусите!» Непослушными губами прошептала я. «Вижны убивают по-другому!» Учитель расхохотался так заразительно, что к нему присоединились ученики. Утирая слезы, старик покачал головой. «Ох, девочка! Сразу видно, что ты из Биденса. Боюсь представить, каких ужасов тебе пришлось наслушаться о вижнах. Но, уверяю, правды в этих сказках еще меньше, чем в легендах о сенсах». Он подмигнул, а я вздрогнула. «Конечно, для учителя, а тем более вижна, не загадка, что за магия живет во мне. Но не хотелось бы, чтобы моя тайна вышла на свет с первого же дня». Развернулась и на негнущихся ногах направилась к единственному свободному месту. Упав на стул, положила перед собой рюкзак и попыталась прийти в себя. Подумаешь, вижн, старик прав. Очень уж много ходит глупых сказок о редких магических дарах. Не стоит принимать их за чистую монету. Страх таял, как мороженое под солнцем, и сладость от осознания нового открытия блаженным нектаром надежды напоила сердце. Если уж в иззарде приняли вижна, то и сенс может прижиться. Посмотрела на своего соседа и невольно улыбнулась при виде правильных черт и темных выразительных глаз. Восхищенно прошептала. «А ты, красавчик!» – протянула последний цветок. «Мне будет приятно любоваться тобой каждый день». Реакция юноши была странной. В отличие от других, он не улыбнулся, не смутился и не принял цветок. Сузи в глаза, несколько секунд смотрел на меня, а потом, усмехнувшись, высокомерно отвернулся. Такая реакция была привычна и ничуть не пугала. Я не ощущала потока радости от своего соседа, но и негатива не было. Это уже хорошо. Поэтому, зарядив цветок позитивом, потянулась к парню и до того, как он успел отпрянуть, всунула фиалку в петельку его клетчатой жилетки. Снова улыбнулась. Подарок для хорошего настроения. Глава вторая На переменке Бада рассказывала, какой замечательный человек Анс Жук. Но мне было сложно поверить в то, что Вижн может быть настолько заботливым, тем более в таком возрасте. Мало кто не черствеет с годами, кому как ни сенс узнать об этом. Вспомнила отчима и болезненно скривилась. А брюнетка потянула меня за нос. «Еще раз так сделаешь, я тебе вытяну его до хобота, и перестанешь быть такой симпатичной». Я невольно рассмеялась. А Бада с притворным недовольством скривилась. «Нет, хобот погоды не сделает. Вот как бы убрать эти озорные ямочки. Ты хоть понимаешь, что за пять минут свела с ума всех парней в классе. Нет, — высвободилась я из ее цепких пальчиков. Я лишь создала настроение, потому что очень хочу со всеми подружиться». И прикусила язычок. Ох же, едва не проболталась. К нам приблизились две девушки. Одна из них, рыжая и чрезвычайно веснушчатая, скривилась. Явилась дружилка в академию, проваливая обратно в свой биденс. «Нечего тут чужим парням глазки строить. Слышь ты, коза с цветами, еще раз скажешь Окси, что у него красивые глаза. Я тебе твои выцарапаю. Поняла?» «Окси», — задумалась я и улыбнулась. «Это тот вихростый, но у него действительно глаза красивые, а ты на солнышко похожа». «Ага», — хищно ухмыльнулась девушка и двинулась на меня. «Сейчас как засвечу в глаз, так навек перестанешь к чужим парням клеиться». «Элата, ты не права», — вмешалась Бада. Лия не приставала к Окси. Она просто очень открытая. Говорит, что думает, без задних мыслей. «Сейчас и передних не станет». Зло отпихнуло Баду рыжая. Слова заклинания врезались в солнечное сплетение. От потока черной вязкой агрессии, стекающей по рукам элаты, меня затошнило. Я попыталась вспомнить те чувства, которые возникли при первой встрече с девушкой, но все солнечные сравнения быстро таяли в вихре ревнивого смога, распространяющегося вокруг рыжей. Я не могла вытащить ни единой светлой эмоции, тонула в боли и ярости, порадовалась, что не успела позавтракать. К нам подлетел тот самый вихрастый Окси и попытался оттащить свою девушку. Элата закричала. «Защищаешь эту швабру, изменник! Да она же шалава из Бидденса! А вы все, идиоты!» Растаяли от ее попослепательных комплиментов. Обыкновенная подлиза! Почему никто этого не видит? Я, не справляясь с тошнотой, привалилась к прохладной стене. А все так хорошо начиналось! Эх, как ни старалась создать благоприятное пространство! Один единственный выброс выбил из колеи. Элата была сильной. Я не знала, что у нее за магия, но меня выкручивала, словно тряпку в центрифуге. Ощутив приближение приступа, смирилась с неизбежным. То, чего старательно избегала в столице, догнало меня в иззарде. Рыжая ревнивица рычала тигрицей и пыталась избавить Окси от его шикарной шевелюры. Обвиняла в том, что он влюбился в новенькую. А у меня перед глазами все плыло от черных, пронизывающих острыми иглами ревности, волн. Элата ненавидела так отчаянно, что мой желудок скрутился в спазме. И вот когда я уже стекала по стенке, вдруг между разъяренной девушкой и мной возникла тень. Я ощутила тепло и поддержку крепких рук. Черная жижа с почти слышимым чавканьем всасывалась в тело моего защитника, не причиняя ему какого-либо вреда. Я медленно подняла голову и уставилась в бесстрастное лицо своего соседа, а тот не отрывал от меня пристального взгляда глаз цвета ночи. Попыталась улыбнуться в объятиях парня, живой стеной отгораживающего меня от рвущей магии ревности, но губы предательски задрожали. Лишь смогла прошептать. «Красавчик! Не смотри на нее!» ровно проговорил парень, едва заметно усмехнулся. «Можешь воспользоваться моментом и полюбоваться мной!» «Спасибо!» одними губами ответила я. Смотрела в его лицо, не отрываясь. Казалось, что вокруг нас никого нет, лишь я и эти непостижимые, наполненные живой тьмой глаза. Энергия потихоньку заструилась, словно испуганный щенок, осторожно приподнял ушки и вильнул хвостом. Я смотрела на соседа, и в груди становилось спокойнее, а сердце замедлило свой бег. Не знаю, почему, но сейчас я испытывала такое же умиротворенное состояние, как и при созерцании цветника сестры. Казалось, могла стоять и любоваться красавчиком вечно. «Элата опло!» От могучего рыка установилась полная тишина. Ученики быстро разбежались по аудиториям, а к нам приближался огромный накачанный парень с коротким ёршиком рыжих волос. «Ты снова за своё!» громогласно прокричал качок. «Это и туз», спокойно проговорил черноглазый парень. «Только он может обуздать свою несдержанную сестру». И отстранился, но я испуганно вцепилась в его рубашку. «Не уходи!» Сердце облилось кровью при мысли, что сейчас я лишусь своего защитного экрана и снова окунусь в вязко-колючие волны убийственной ревности. Ощутила под пальцами крепкое тело. Вот это пресс! Досмущённо отдёрнула руки. Сосед же спокойно направился к аудитории, а ко мне подскочила Бада. «Смотри, это самый крутой парень нашей академии! Правда же хорош!» Я опасливо посмотрела на поникшую Элату, которую отчитывал рыжий Верзила, и спросила, «Кто они?» «Опло!» Бада, сложив ладони, пожирала Итуса обожающим взглядом. «Они риды! Очень крутые!» прошептала. «Итус великолепен! Какое тело!» «Глаза!» «А ещё он справедливый и умный!» В десятке лучших учеников академии она схватила меня за руки и запрыгала на Нисте. «Он сюда идёт! Смотри, идёт!» «Привет!» Доброжелательно улыбнулся Итус, заметив, как я вжалась в стену, сделал шаг назад. «Так комфортно!» «Прости!» «Моя сестра часто не понимает, насколько отвратительно себя ведёт!» «Я обязательно серьёзно поговорю с ней, и если Элата снова нападёт, то заявлю о чрезмерном применении магии. Ты сильно пострадала?» «Я нормально!» Судорожно кивнула я и с облегчением улыбнулась. «Ты действительно очень справедливый! Всё, как говорила Бада, и красив, и умён! Спасибо, что вмешался и извинился!» Парень покосился на брюнетку, словно только что увидел, и щёки девушки вспыхнули от смущения. Кивнув, Итус вернулся к насупившейся сестре. Бада же едва дышала. «Он посмотрел на меня! Видела! Даже кивнул!» Прижалась к стене и выдохнула с восхищением. «Вот бы хоть разок сходить с ним на свидание!» Погрустнела. «Но у меня нет никаких шансов!» «Почему?» Удивилась я. «Ты симпатичная!» «Я толстая!» Помрачнела она. «А Итусу нравятся стройные девушки! Во мне нет ничего, что его бы привлекло!» «Ну, вообще-то кое-что есть!» Хитро улыбнулась я, и, прикинув, как можно сделать счастливой Баду, подмигнула. «Помочь?» «На что-то серьёзное моих сил не хватит!» «Но одно свидание я потяну!» «Правда!» Недоверчиво покосилась на меня девушка, и тут же деловито спросила. «Кого нужно убить?» «Я не рит!» Рассмеялась я. «Ни заклинаний, ни жертв не нужно!» «А что нужно?» Паникла Бада, явно рассчитывая на магическую помощь. «Подари ему цветы!» Хитро сощурилась я. «Из нашего магазинчика!» «Зачем?» Удивилась брюнетка. «Сама увидишь!» Второй урок, который вела миловидная женщина средних лет, я просидела, как на иголках. Красавчик-сосед косо посматривал на меня, но молчал, а я не могла дождаться звонка. Даже толком не поняла, кто же такая Лодес Атра и что это был за предмет. Едва зазвенела, вскочила и, схватив рюкзак, потянула за руку Баду, да вместе с подругой побежала по оживающему коридору. Вторая перемена длилась почти час. Ученики направлялись в столовую, а мы бежали по улочкам к нашему дому. Еще издали заметила скопление людей и едва сдержала крик радости. Так боялась, что никто не придет. И Зарт утопал в цветах. И многие не понимали, зачем ими торговать. Но я знала, что стоит жителям хоть раз увидеть удивительной красоты букеты, которая составляла Розали. Все влюбятся в мастерство моей сестры. Протиснувшись к прилавку, потянула Розали за рукав и прошептала. Мужчине, нет, парню, пожалуйста. Розали мило извинилась перед дамой в шикарном наряде и быстро собрала небольшой строгий букет из оранжевых ромашек. Не знаю, как сестре это удается, но она всегда подбирает цветы под человека. Что сказать, магия? Я с улыбкой кивнула и, пожелав удачи, вынырнула из толпы. На несколько секунд замерла в углу и, поправляя нежные шелковистые стебельки, насыщала букет магии эссенса. Разумеется, от меня не скрылось, как и Туз посмотрел на Баду, точнее, на определенную часть ее тела. Даже если рыжий качок обожает стройных, есть у него одна небольшая слабость, которой я и собиралась завлечь парня на свидание с брюнеткой. Довольная результатом, подняла голову и, столкнувшись взглядом с внимательно разглядывающим меня молодым мужчиной, вздрогнула. Испуганно завела руку с цветами за спину. «Что такое?» шагнул он ко мне и прищурился. «Вы украли этот букет?» Я скользнула взглядом по светлому двубортному кителю фуражке «Городовой» и отчаянно замотала головой. Попыталась пробраться к двери, но мужчина схватил меня за локоть. «Стойте! Вы не первая, кто попытался унести цветы, не заплатив». «Да, это ново для Изарда, девушка, но букеты не бесплатные». Я попыталась объяснить, что это лавочка сестры, но в царившем шуме мой голос совсем утонул. А время большой перемены неумолимо уменьшалось. Городовой не собирался меня отпускать, поэтому не оставалось другого выхода. выбросила руку и крикнула «Смотрите! Трабл!» Городовой машинально обернулся, а я выдернула из букета одну ромашку и, дунув на лепестки, приподнялась на носочки, да ловко сунула цветок за подбородочный ремешок. Виновато глянула в сторону улыбающейся посетителем сестры, надеясь Розали не против одного симпатичного поклонника. Судя по тому, как замер городовой, сестра ему и так понравилось, поэтому усиленная магией сенса симпатия напрочь выгнала из головы мужчины мысли об ученице с оранжевым букетиком. Я выскочила из лавочки и, схватив Баду за руку, побежала в сторону академии. По пути оглядывалась, но городовой за нами не гнался. Отлично! Около лестницы заметила рыжего верзилу. Жуя бутерброд, он листал учебник. Я потянула Баду в сторону и с улыбкой посмотрела на взволнованную девушку. «Держи!» всучила цветы. «Подари ему это и сразу на свидание пригласи. Не медли мне сходить с тобой». «Я сама», задрожала та. «Но ты не уходи, так будет спокойнее». Я кивнула, а Бада спросила несчастным голосом. «А что, если откажется? Я же от стыда сквозь землю провалюсь». «Не откажется», подняла я руку. «Обещаю! А вот дальше все зависит от тебя. Вперед!» Она кивнула и неуверенно направилась к Этусу. А я прильнула к перилам лестницы и напряженно наблюдала за девушкой. Только бы не сбежала, иначе все усилия пойдут прахом. Я искренне желала, чтобы желание Бады сбылось. И она получила свое свидание мечты. Перегнулась через перила и, кусая губы, смотрела, как девушка протягивает букет, как парень машинально принимает его, а сам не отрывает взгляда от высокой пышной груди Бады, едва сдержала улыбку. У пухленьких девушек тоже есть преимущество. Вот парень и подруга разговаривают, и, судя по виду, Бада едва сдерживается, чтобы не броситься Итусу на шею. Вот она возвращается и, подняв голову, показывает большой палец. Получилось! Восхищенно проговорила я. Сработало! Сработало что? Вздрогнула и быстро обернулась. Рядом стоял мой сосед по парте. Опираясь на перила, он тоже рассматривал счастливую Баду и растерянного Итуса, который крайне озадаченно смотрел на оранжевые цветы. Что ты сделала? Спокойно спросил черноглазый красавчик и внимательно взглянул на меня. Мстишь за то, что его сестра на тебя напала? Нет! Возмутилась я. Лишь хочу, чтобы все были счастливы. Вот как! С трудом сдержал улыбку парень. Тогда у меня не остается выбора. Он вдруг подался ко мне. Я, не успев отпрянуть, ощутила прикосновение рук, дотерпко травяной аромат мужского парфюма. Сердце забилось словно гонг. Дыхание перехватило. Он снова обнимает меня. Второй раз за день. Как быть? Что делать? Как реагировать? Но не успела ничего придумать. Сосед быстро отстранился, а на грудь лег прохладной тяжестью небольшой кулон из темного металла. Выдох получился то ли облегченный, то ли разочарованный. Красавчик и не думал приставать, а лишь застегнул цепочку. А что это? Удивленно спросила я. Защита. Уголок рта парня дернулся. Чтобы ты выжила в борьбе за всеобщее счастье. Я растерянно покрутила симпатичное украшение и вгляделась в витиеватую вязь рисунка. Что-то знакомое пробормотала я, но никак не могу вспомнить, где могла это видеть. Похоже на древние символы, что здесь написано. На забытом языке надпись означает Инул, произнес парень. Символ рода. Мое имя Рик Инул. Продолжение следует...